Протесты проходят по программе. Мы же в Беларуси. Забастовка. Как у тебя забастовка проходит? Все в том же ключе. Ты бастуешь? Ты знаешь, я всегда бастовал, когда хотел. Я не люблю групповых акций. То есть я вообще индивидуалист по своей натуре. Когда мне надоело что-то делать, я всегда собирался, ехал, отдыхал, спал, гулял. И мне всегда спускали с рук, потому что я хороший, улыбчивый и очень приятный человек. Мне не нужны специальные, понимаешь ли, стартовые пистолетики, которые призывают к чему-то, стреляют, и все начинают стартовать какие-то акции. Мне вообще всегда было по барабану. Я всегда думал, говорил то, что хотел. А вот эти массовые акции, понимаешь, в любой акции, да, там, забастовки, должны быть требования. А вот ни одной из моих требований даже близко нету в требованиях, бастующих по всей Беларуси. Поэтому, ну, ну и зачем мне нужна эта забастовка, если я не разделяю взглядов тех людей, которые бастуют, или руководителей вообще вот этого протестового движения, я не одобряю и не уважаю. Зачем мне к нему искусственно присоединяться? Ради чего? Ну, послушай, там же все-таки самое главное требование, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко ушел в отставку. Ну, уйдет он. Хорошо. Это требование ты хотя бы поддерживаешь, ты не считаешь? А мне вообще по барабану вот будет... Слушай, уйдет как бы Лукашенко, придет какое-то другое чмо к власти. Ну, слушай, какая разница? Я при Лукашенке как бы брал столько свободы, сколько хотел. Я говорил, что хотел, давал интервью, какие я хотел. На меня пытались там давить, меня что-то там звонили, что-то запугивать пытались. Кстати, еще до всех этих мальчиков и девочек, которые там вывалили толпами и протестовали, да? То есть до всех этих событий, потому что все эти протестующие год назад сидели, заткнувшись. Всем привет! Вы слышите Стефаныча, Альбертыча. Это значит, что в эфире шоу Пикейных жилетов Альбертыч и Стефаныч клевещут. И мы начинаем. Альбертыч и Стефаныч клевещут. В Беларуси началась забастовка. Вроде как... Точнее так, давайте скажу так. Две недели назад один из наших зрителей, Никита М, писал, мол, вот Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко, вы это не обсуждали. Ну, как бы я ответил на это, что смысл обсуждать слов... Ну, это, знаете, этот ультиматум, он либо сработает, тогда мы это обсудим, либо не сработает, тогда мы это тоже обсудим. Вот, собственно, по-моему, 25 октября был крайний срок. Естественно, Лукашенко никак на этот ультиматум не отреагировал, ничего, все, что там требовалось, не выполнил. И вроде как в Беларуси должна была с субботы начаться глобальная забастовка. Ну, местами... не с субботы, ой, с понедельника. С понедельника. В субботу была забастовка и так, большинство людей не работали просто и в воскресенье. Поэтому представители, в общем-то, Тихановской, которые предъявили этот ультиматум, могли выпить по 50 или даже 100 грамм литовской какой-нибудь хорошей водки или польского пива и сказать, что она состоялась. На самом деле, с понедельника подавляющее большинство людей вышли на работу в Беларуси. Было какое-то количество людей творческих и не очень творческих специальностей, которые присоединились к этой забастовке, но массового характера она не носит. Это скорее продолжение того разделения общества, того противостояния, которое присутствует в Беларуси на данный момент времени. На самом деле, я говорил еще до всех этих событий, что это по-хорошему в Беларуси это единственная вменяемая действительно акция протеста, которая могла бы что-то поменять. Это все белорусская забастовка и люди своим примером показывают. Потому что выходить на митинги каждое воскресенье, я, ну, тут мы со Стефанычем солидарны, потому что я тоже не очень. То есть, это вначале могло, знаете, как для сплочения людей, типа увидеть, что нас действительно много, мы действительно какая-то сила, хорошо, вы это увидели, все это увидели, вас позадерживали на сутки много-много раз, окей. власть на это. Что это мы уже говорили? Да, никак. Просто, ну, для узурпировавших власть людей это никак, собственно, ни на что не повлияло. Они как продолжали управлять государством, так и продолжают. Они даже никакие переговоры не проводят. Нельзя же это назвать визит Лукашенко в СИЗО какими-то переговорами. Это скорее, не знаю, с шкодливыми школьниками, он скорее там поговорил, типа, ребята, заканчивайте бузотерить. Забастовка действительно могла бы что-то сделать, но, к сожалению, как я вижу... Ну, понимаешь, у забастовки, да нет, у забастовки вообще должны быть цели, да? Вот ты меня спросил, до этого в разговоре. Григорьевич должен уйти. Вот это цель конкретная. Он проиграл выборы. Ну, понимаешь, большинству людей... Да, я понимаю, но большинству взрослых людей совершенно понятно. Если придет другой человек, второй, третий, на самом деле, по большому счету, уйдет насилие, да, которое присутствует сейчас в невероятном количестве. Но в плане экономики, развития страны вообще ничего не изменится. Потому что Беларусь не является огромной сверхдержавой, обладающей сверхресурсами. Она как была таким маленьким государством, буфером между Востоком и Западом, она так и останется. Полем для вот этих политических игр между большими дядями с Запада и с Востока. Вот ничего не поменяется. Более того... А то, что уйдет насилие, это мало, в принципе, по-твоему. А ты знаешь, это много. Это много. Но уйдет ли разделение общества? Нет. А нет особого разделения? Ты видишь разделение общества? Какое разделение? Что одни могут бить, а другие не могут бить? Нет. Есть просто люди, которые... А в том, что есть люди, которые за Лукашенко. Их процентов 30 реально в Беларуси. Те, кто живет в деревнях, в маленьких городках. Но это из того... Тоже так же можно сказать, что есть разделение между православными и католиками, которых тоже католиков 30%, 70%. Неправда. Есть. Неправда. Есть религия, есть экономика. И эти люди из маленьких городков и из деревень. Когда придут эти умелые, буржуазные, капиталистические менеджеры, они оказываются в полной заднице. Еще больше, чем сейчас. Во сто крат. Ты, наверное, не очень в курсе. Тихановский, собственно, стал популярным за счет своего YouTube-канала «Страна для жизни». И он в этом канале ездил именно по маленьким городкам, именно оттуда снимал репортажи. А Тихановский реальной жизни вообще ничего не знает. Это бизнесмен из Москвы. Сейчас, обрати внимание, Латушка призвал бастующих уйти с улиц. Это человек, который имеет очень большой опыт забастовок. Который всю жизнь язычок свой шершавый продержал в заднице у администрации президента. Это больше министр культуры Беларуси, чтобы вы понимали. Который всю жизнь, который руки и ноги лизал этой власти. Он теперь дает белорусам, сидя в Варшаве, он дает теперь советы по комплексному методу, мастер-классы раздает. Но слушайте, у него, у человека, более того, кстати, Купаловского театра актеры рассказали, как он деньги чудно распределял. Вот. По какому принципу? Это такой же коррумпированный упырь, как собственные упыри, которые есть у власти. Он вообще от них не отличается. Далее, сегодня, буквально несколько минут, оказывается, они создали комитет. Белорусская оппозиция создала новый орган. Обратите внимание, вот органов белорусской оппозиции больше не было. Вот сейчас главное, когда людей избивают, когда они в тюрьме. Вот главное сейчас орган создать какой-то, очередной. А вы знаете, что любой орган оплачивается, да, очень хорошо. Так вот, новый орган создан. И латушку назначили руководителем, да. Вот называется президиум Гордиционного совета белорусской оппозиции, а называется Народное антикризисное управление. И находится он в Варшаве. Слушайте, ну, понимаете, ну, если ты как бы за счет грандов, там, тырешь деньги, да, живешь хорошо, но зачем, и при чем это во всех тут, собственно, медиаканалов. Стефаныч, ты вот это офигительно все возмущаешься. Да я не возмущаюсь. Ты считаешь, что лидеры, то есть я не, я не говорю про их компетенцию, но они должны это были делать все в Белоруссии, во-первых, хотя все лидеры оппозиции, которые находились в Белоруссии, сидят на данный момент, всех посадили, либо, собственно, вывезли за границу, то есть... Бертыч, их такое количество... Тихановскую вывезли, Колесникова пытались вывезти, пока она паспорт не порвала на границе. Альбертыч, это все люди заменяемые, их просто как печатают, их печатать можно сотнями, тысячами таких лидеров, их печатают, понимаешь, лидер этого движения народ, понимаешь, и есть люди, которые и с той, и с другой, одни его насилуют, а другие на нем наживаются, понимаешь, и при этом одни называют, их никто не выбирал, они вообще, как одни нелегитимны, так и другие нелегитимны, есть только народная власть здесь, только народное движение. Я полностью с тобой согласен, так почему тогда Александр Григорьевич должен оставаться, объясни мне. ты вот, ты говоришь, ты все ведешь к тому, что нефиг ничего менять, потому что ничего не поменяется. Я веду к тому, что вот эти упыри, да, с обеих сторон должны сесть за стол переговоров и попытаться договориться, но они этого не сделают в силу своих амбиций. Вот и все. По-моему, в данном случае, в том, что они не могут сесть за стол переговоров, только один человек виноват. Он не садится за стол переговоров и ни о чем не договаривается, все. И не говорит, что с ними о чем-то можно договориться. Вообще, один человек этого не делает. Все остальные говорят, давайте сядем, о чем-то договоримся. Надо это делать по-взрослому, а не в плане дядя, пожалуйста, поговори и так далее. То есть, понимаешь, когда ты себя по-большому счету... Слушай, когда выходят люди на улицы, их убивают потом за стенгах и они пропадают по лесам, это по-взрослому, а говорит, дядя, давай поговорим, это не по-взрослому. Нет, конечно. Потому что они не представляют из себя взрослых нормальных политиков. Они ничего не добились вот сейчас пока что вообще. Кроме заявлений у них нет ничего. Если ты взрослый... Дети, которые нас смотрят, запоминайте, что из себя представляет взрослый нормальный политик? Рассказываю. Это ответственный... Посылаешь... Я рассказываю тебе. Ответственный человек, который соплями по колено, когда его вышвыривают из страны, не убегает. Он уходит на нелегальное положение. Он готов заранее к тому, чтобы вести политическую борьбу. У него подготовлены явки. У него готовы другие способы. Это все... Возьмите любую книжку по коммунизму, возьмите произведение там Ленина, Держинского, там все написано. Если люди готовы бороться за власть, они борются. Они стоят выброшенные и сопли утирают там, рассказывают, как белорусам здесь лучше сделать. Надо готовиться заранее к этому. Это, кстати, да. Тут я со Стефановичем полностью соглашусь. Я почему уехал из Беларуси? Просто потому, что у меня был выбор. Либо я хочу бороться за что-то и вот, как говорит правильно Стефанович, вот такими методами, что я понял, я так не могу делать. Ну, значит, я не могу там жить, получается. Значит, мне надо уезжать оттуда. Вот и все. Да, да. Да. Это два выбора. Нет, действительно, он правильно говорит. Нельзя вот так вот наматывая сопли рассказывать, как нас тут... Ну, это невозможно. Вы же видите, вас бьют, вас просто бьют. Вы выходите на улицу, вас убивают безнаказанно, ничего не происходит вообще. Никого не наказывают. Министр МВД говорит о том, что мы не допустим беззакония, мы действуем не жестко, мы действуем типа в рамках закона для того, чтобы не допустить беззакония в Беларуси. Понимаете? Вас будут убивать и уничтожать. При этом, слушай, давай остановимся с этим, с насилием, да, это все понятно. Тут нечего взвинчивать нервную систему. Сегодня, да, вот этот, по-моему, кто это, Латушка, это деятель великий политики, сказал, чиновники, вы не бойтесь, вы там моргните, мы решим. Это был человек системы, который годами работал, у него есть связи. Прежде чем идти в политику, он мог был встретиться, договориться с людьми, которые могли что-то сделать, там, помочь и так далее. То же касается, там, бывшего руководителя ПВТ, который там в разведке работал, да, где он вообще, этот гипердеятель? Как-то было... Про Цикало. Ой, Цикало, что я говорю, Цепкало. Цикало, да. Цикало известный. Про Цикало можно его назвать. Где он? Он сидит в Варшаве, у него квартира, бабки, да, от какого-нибудь фондика и так далее. Все у него хорошо, периодически он появляется и делает какие-то пустые заявления, никчемные. Да, там, в каком-то полуспортивном костюме или еще непонятно, как это самое, откуда-то его там вылавливают. Человек долго работал в этой структуре, он часть этой системы, он очень долго рассказывал, какие у него там крутые связи в МВД, в КГБ, среди бизнеса, в министерствах и так далее. Так если ты говорил это, слушай, может это была просто цель уехать, свалить отсюда вовремя? Все, то есть эти люди полностью себя дискредитировали. И давай перейдем к следующей теме, потому что тут о всяких таких мелочах и глупостях. Ну, я просто хотел бы еще свое опять как-то не впечатление, а вот ощущение вот от этой забастовки белорусской, то есть в принципе для белорусов за две недели вот был определенный план, то есть по-хорошему не выйти на работу месяц. Вот вас за две недели предупредили, давайте мы всей страной не поработаем какое-то время. Как насчет там закупиться гречкой, крупой, там не знаю, то есть в Беларуси не поработать это, по-моему, не такая большая проблема, потому что вы трата в Беларуси денег идет не на такие уж большие, ну, то есть это не такая большая трата, как в других странах, это к сравнению могу сказать. Однако все понадеялись, как всегда в Беларуси, все понадеялись, что кто-то вместо них это сделает. Были там на какой-то бензозаправке люди записали прямо видео, мы бастуем, их сразу же уволили, студенты, конечно, смешно бастуют, ребята, это ваше образование, вам-то зачем бастовать, я просто не понимаю, студенты, мы не ходим на занятия, класс, вы вообще, вы образование получаете, почему вам не ходить на занятия, как раз вы должны ходить. Нет, а я объясню, потому что, смотри, есть две причины. Первая, люди подросткового, юношеского возраста, они очень покупаются легко на эмоциональный запал. Вот смотри, единственное, что сделала оппозиция, она завоевала полностью все информационное пространство и социальные сети. То есть реклама проплачена там по Фейсбукам, там, не знаю, Твиттерам, она вообще валит постоянно. Туда вложены десятки миллионов, сотни миллионов долларов, это ясно. То есть молодые люди, очень хорошо сделанная компания в интернете. Молодые люди, ну это понятное дело, как бы, очень уязвимы в этом плане и они действуют исходя из этого. Плюс литовские и польские университеты сказали, что те молодые люди, которые будут отчислены, они будут приняты на бесплатную форму, то есть могут бесплатно учиться в Европе, да, получать образование. Это на самом деле очень тяжело, это надо учить язык, там другая программа, там все другое, там тяжело адаптироваться. Однако, собственно, пока человек молодой, ему легче переехать, согласись, найти место работы и найти себя в другом обществе. Поэтому часть людей, безусловно, в общем-то, решила таким образом действовать. Плюс вот эти протесты для студентов, для молодых людей, это креатив. Долгое время вообще они бодялись вот в этой культуре, псевдокультуре из ретро и вообще из каких-то явлений из прошлого века. То есть, ничего нового, оригинального они не изобрели. Я общался с молодыми людьми, постоянно говорил, слушайте, хватит вот этих восьмидесятых, хватит перепевок девяностых. Это классная музыка, но она ретро. Вы молодые люди, вы должны придумывать свою моду, свое движение, свой звук и так далее, тому подобное. Именно свой, аутентичный. И здесь происходят такие события, которые позволяют сублимировать вот это творчество в разные сферы, в том числе и в политику. То, чего в Беларуси не хватало, да, вот эта серость, которая напоминала восьмидесятые годы Советского Союза, когда вроде все есть, все такие полупьяненькие, идет белкий дождик, кто с пивасиком, кто с бутылочкой водки за пять рублей двадцать копеек, кто с сырочком. Все выпили, закусили, послушали Володю Высоцкого и запрещенный коллектив Роллинг Стоунс или Назрит, или, не крючьи сказано, Диперпола, а с девушками того, глядишь бы не, мы разошлись. Все. То есть, но при этом вот эта вспышка, которая произошла во время перестройки, да, желание самореализоваться, самовыразиться через политическую жизнь, через протесты, очень характерно для молодежи. И вот поэтому это частично и в основном тоже касается молодежи. При этом очень грамотно все это подстегивается пиарщиками через различные субкультуры и через, в первую очередь, там, музыку, изобразительное искусство. Есть очень хорошие видеоклипы, созданные профессионалами на тематику протестов, которые берут за душу, которые сделаны с неплохой лирикой. Да, происходит постоянный напор и наступление на культурном фронте. То есть, грубо говоря, быть оппозиционером сейчас модно. А если ты представитель и ты за власть, то ты скорее такой представитель поколения сороковых, пятидесятых, шестидесятых, как-то попытаться там проникнуть на западный рынок или на мировой, никто очень будет сказано. Естественно, в силу как бы отсталости их продукта они туда не попали, вот, и неумения, да, поэтому сейчас это время реализации, да, всех этих мечтаний, и это очень мило, это очень хорошо, это креативно, но, к сожалению, всегда плохо связано с каким-то насилием. В общем, повторюсь, что для меня вот действительно было разочарованием, что белорусы про, можно сказать, просрали эту возможность как-то действительно повлиять на власть забастовкой. Не, на самом деле, это белорусская забастовка, вот пойми, Альбертович, она не такая, что все остановились, да, более того, должны быть требования у забастовщиков, многие требования вообще не подходят, есть главное требование, но вот смотри, вышли люди на заводе, что, директор завода, что ли, или там какой-то бензозаправки, или университета, без разницы, позвонит Григорьевич, и скажет, что у нас тут все стоит, вы бы не могли уйти со своего поста. А зачем, а зачем директору, а что у них требования к директору, они говорят, директор убирает Лукашенко, у них просто требования, мы не работаем, пока Александр Григорьевич не уйдет, не подаст вставку. Это так выглядит, система работает так, что ответственность несет вот это мелкое начальство, оно как бы распределено, система, структура так работает, вот и все. Ну что сделать, да, вот так работает, а как по-другому сделать, ну слушай, этот человек должен уйти, люди в Беларуси хотят, чтобы он ушел, если они не могут для этого даже минимально как-то себя ограничить, единственное, что они могут гулять по воскресеньям по улицам столицы, в принципе, ну значит ничего не произойдет. Слушай, Альбертыч, Альбертыч, мы можем сделать список вообще политиков мировых, которые должны уйти, и от того, что... А у них есть механизм ухождения, понимаешь? У кого Ким Чен Ына, допустим, в Корее есть механизм, а при том он тоже должен уйти. У всех соседей вокруг Беларуси, даже внезапно у Владимира Владимировича, который даже уходил на 4 года, очень-очень по этому поводу Ну как бы он ушел, отдохнул и пришел. Закончу тему на том, что Нетфликс, оказывается, вот уже 2 месяца снимает фильм о протестах в Беларуси, это интересно, я очень жду действительно этот фильм, потому что на Нетфликсе постоянно выходят очень сильные документальные фильмы, вот недавно это было Social Dilemma или фильм о Джеффри Эпштейне, педофиле богатом, педофиле, который покончил потом жизнь самоубийством, типа покончил жизнь самоубийством в тюрьме, то есть они действительно очень серьезно к этому вопросу подходят, и я уверен, что со всех сторон будут рассмотреть, посмотрим, короче, я действительно этот документальный фильм жду. Да, обрати внимание, это еще такой общий, мощный, мощная поддержка либеральных режиссеров, да, тех людей, которые живут в США, белорусской оппозиции, белорусского движения, то есть в рубрике фильмов про педофилов, насекомых, Зимбабве будет прекрасный, чудесный сериал про Беларусь, режиссеры, в общем-то, Netflix, слава богу, отхватит за прокат денежек, рассмотрит микроскоп вот этих полудиких, странных людей, которые живут в Восточной Европе, которые, в принципе, всем по барабану, но интересно на них посмотреть будет, да, при этом движение, да, там, Netflix в поддержку реформы Беларуси, Netflix собирает деньги и работники, режиссеры Netflix для лечения раненых, да, еще каких-то, ну, без этого. А зачем Netflix на это собирать? На самом деле, здесь в США очень много собирают денег на всякое, но это местное, и, между прочим, в Беларуси тоже есть сбор денег на зарплаты людям, которые идут, ну, вроде как не ходят на работу, сейчас я, наверное, найду... Да, куда-то эти деньги идут, там, да, там надо заполнять какие-то анкеты. До сих пор не верят, что это кому-то пойдет, а человек собирает себе на дачку где-нибудь за рубежом, скорее всего. На дачку, слушай, какие дачки? Ну, слушай, на хороший дом, с машины, на коттеджик, на дом, на бизнес, причем не только себе, а сыну, я просто знаю нескольких руководителей, так сказать, белорусской оппозиции, которые не только там себе, доченьки, хорошую квартиру с ремонтом. Мне помнится, рабочий один жаловался, как его один тут деятель оппозиции, который никогда не работал за 15 лет последний, просто там замотал и задолбал, да, когда он там лампочку не так закрутил, да, что он кричал там долго в истерике, брызгая слюной, да, то есть на самом деле, ну, собственно, это политика, да, дело грязное, дело нехорошее, пахнущее таким широким, настоящим, глубоким обманом широких масс народного населения, которые подставляют свои спины, другие части, под дубинки, а в это время пацаны, как говорится, в тихой, уютной атмосфере деребанят бабки и получают от этого удовольствие. Глава Чечни, закончили, все, глава Чечни, Рамзан Кадыров назвал президента Франции Эммануэля Макрона террористом из-за его слов об убийстве преподавателя истории Самуэля Пати, в котором заподозрили 18-летнего чеченца Абдуллаха Анзорова. Напоминаю, мы в прошлом выпуске об этом говорили, учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, объясняя, что такое есть свобода слова, за это его вот этот чеченец, бывший чеченец, ныне эмигрировавший во Францию, зарезал, точнее, голову отрезал ему. При этом Самуэль Макрон поддержал публикацию карикатурно пророка Мухаммеда и сказал, что Самуэль Пати убили из-за того, что тот учил студента в свободе слова, свободе верить или не верить. На это ответил Кадыров. Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста, поддерживая провокации, когда завуалированно призывает мусульман совершать преступления. Ну, тут, конечно, много всего интересного. Начну с того, что, во-первых, какого хрена глава одной из областей России как-то публично реагирует на выступления президента... Как частное лицо, как частное лицо, как любой человек может высказать свое мнение. Вот и все. Нет, нет, Стефаныч, ты извини, но когда ты становишься главой, президентом и чем-то, ты перестаешь быть частным лицом. Ты становишься... Подожди, а вот ты отыграл обратно. Ты вначале сказал, что какого хрена руководитель региона, а вот такое, как каждый руководитель имеет еще частное мнение. Вот он его высказал как частное лицо, как мусульманин, который живет в Чечне. Вот и все, вот он и высказал. Я думаю, что зрители могут... Да его большинство не знают. Нет, вопрос в том, что если ты выбираешь человека, он означает, он представляет какое-то сообщество людей, то он перестает быть частным лицом. Он является главой региона, главой страны, и он не может высказывать что-либо как частное лицо. Вот мое мнение такое. Это твое мнение, это глупость полностью. Почему? Любой, потому что любой человек является физическим лицом, если он выступал в этот момент не как руководитель Чечни, а как просто Рамзан Кадыров, он имеет право любые мнения высказывать. Потому что он остается человеком, остается гражданином России. Вот он высказал свое мнение как гражданин России. Тем более, это не такая гиперизвестная личность в мире, на которую мнение, которое обращает внимание. Более серьезная история для Макрона сейчас это то, что сказал в мире, Вы в комментариях, во-первых, напишите, как вам ближе. Вот видите, у нас два мнения различных есть, а во-вторых, конечно, мнение Кадырова для мира нафиг не нужно, но оно для России важно. И это может повлиять действительно на то, что может... Для какой части для всей России на самом деле? Глупости. Глупости. Есть люди, которые живут в Чечне, Дагестане, для них оно важным является, для представителей диаспоры, а допустим, для русских или там для людей другое, для мордвы или для кого-то оно не имеет никакого... Это просто мнение человека. Во-первых, это явно для мусульман. Потому что перед тем, как высказался Кадыров, еще и высказался этот верховный муфтий Чечни тоже. Что-то такое бы сказал. Имеет полное право тоже высказаться как муфтий определенной области. Для важным самым и очень плохим сигналом на самом деле для Макрона является не то, что сказал Кадыров даже, а то, что сказал, то, что скандал, который происходит с Турцией, между Турцией и Францией. То, что сказал Эрдоган. Это человек, который руководит страной, крупнейшей страной. Более того, страна входит в НАТО, а из территории этой страны еще взлетают самолеты, которые бомбят многие точки в Афганистане, Сирии и так далее. И то, что он сказал, что это психически ненормальный человек, которому надо лечиться. А вот здесь это очень важный вопрос к руководству НАТО вообще, к политикам натовским, американским, французским, чтобы они вообще этот вопрос каким-то образом решали. Потому что уже либо скорее всего Франция пойдет на попятную. Франция, как и Европа, она слаба, она зависима. И ну как бы Франция уже много раз продемонстрировала свою слабость. В Ливии, где она полностью фактически Турции отдала приоритеты. То, что происходит сейчас вокруг месторождений возле Кипра. То есть Евросоюз на самом деле полностью Турции сейчас все проигрывает. И это зависит, конечно, в первую очередь от политиков, от их позиции. То есть вернее от их отсутствия и их толсости. Слушай, как и странно, Турция и Россия тоже проигрывает собственно в Нагорном, в конфликте в Нагорном Карабахе, потому что она отдает Карабах, в общем-то. А потому что был правильный, неправильный расчет. То есть есть исторические факты. Россия и Турция никогда не были вообще союзниками. Нигде, никогда. И вдруг по какой-то причине русские политики вдруг уверовали, что они смогут с Эрдоганом какую-то там кашу или что-то там сварить. Но в самом деле нет. У Турции свои четкие интересы. Более того, Турции сейчас все больше плевать на русскую нефть и газ. Нашли в Черном море большие запасы. Скорее всего, они начнут разрабатывать это и они менее станут зависимы в плане ресурсов от России. Поэтому Эрдоган начинает играть в свою собственную игру крупную. И здесь крайне важно подключаться американцам, которые заняты выборами, какой-то этой митусней своей политической мелкой, мелкопоместной. А проблему с Эрдоганом надо было уже давно решать с помощью турецкой армии для того, чтобы приводить к власти совершенно другого легитимного и такого удобного для Соединенных Штатов Америки и НАТО человека. Но это несколько раз там пытались сделать этот переворот. Не получилось? Не получилось. Да, к сожалению, не получилось или к радости, не знаю. Мне наплевать совершенно на Эрдоган, но я понимаю, что здесь нужно серьезно работать и тем, и другим. А Эрдоган пока в плюсе и он пока очень хорошо развел эту ситуацию и одерживает пока победы и на военном, и на политическом фронте. И в этом плане кстати странно, что его сравнивают с Путиным. Ну, в плане, что он, наверное, такой же автократ, как Путин, но при этом намного, конечно, более, я даже как-то сказать, хитро он получает влияние для Турции по всему миру. в то время, когда Россия как раз... Ну, это не по всему миру, нет, на самом деле вот фишка в чем разница, да, Турция действует в определенном регионе, она не действует по всему миру, это Россия действует там от Африки до Антарктики, причем многие проекты вообще очень сомнительны в плане вообще полезности для России, да, в принципе. Вот Эрдоган, он действует очень последовательно и очень медленно вообще осваивая свой собственный регион. Сирия это сосед в общем-то Турции, да, Азербайджан тоже это тот же самый регион Черного моря, Каспийского моря, конечно же, да, здесь тоже касается там, не знаю, Ливии, Кипра и так далее. Эрдоган вообще, он же не смотрите, он не в Южную Америку не захватывает там, не знаю, какой-нибудь Эквадор, да, для того, чтобы там, не знаю, выращивать апельсины и бананы и поставлять их в Турцию, чтобы захватить делянки, да, он не поддерживает какие-то явно провальные режимы и так далее. Он старается, как бы, работать со своим регионом, с теми людьми, которые преданы, постепенно, как Османская империя, да, поглощать более слабые, зависимые территории, где живет похожее по религии население, для того, чтобы увеличить свою сферу влияния, да, в каком-то регионе, а конкретно в своем. Вот и все, то есть, есть последовательность, логика, ну, по крайней мере, это понятно, зачем это делается, без всяких фантастических каких-то проектов, дурацких, непонятных. Ну, вот, Стефаныч сказал по поводу того, что Америка какими-то местечковыми вещами занимается, ну, да, они сейчас проведут выборы, и, в общем-то, тогда начнут заниматься мировыми проблемами, когда устаканится у них все, кто там руководит, и по этому поводу, собственно, к США переходим, Википедия запретила новичкам-редакторам редактировать какие-либо статьи, посвященные выборам 2020 года, то есть, кто не в курсе, Википедия это вроде как свободная энциклопедия, которая, в которой каждый может отредактировать статью, однако здесь действительно, ну, прямо скажем, Википедия один из примеров того, как интернет любое благое начинание превращает в фарс, потому что любая политическая статья... Не фарс, а становится зависимым, да, то есть, любые, к сожалению... Это реально превращается в какую-то постиронию в итоге, понимаешь, это любое серьезное начинание становится постиронии в эпоху интернета и внутри самого интернета, когда ты не можешь понять уже, где правда, что ложь, когда люди пытаются что-то изменить, даже не для того, чтобы это сделать более профессиональным, интересным, правильным, что ли, а просто, чтобы поржать. Вот знаете, скорее такое... И даже поржать в том плане... Вот смотрите, как я могу это, даже не для удовлетворения собственного эго, знаете, как раньше там к чему-то стремились, чтобы получить власть, получить деньги, а в современном интернете как будто стремятся к приколу, по прикольчику и все. Нет, нет, а в самом деле современный интернет это место для людей, которые не самореализовались не до конца, да? Например, нас с тобой, собственно, как мы тут делаем. Нет, ты знаешь, у нас, ты помнишь, у нас просто были беседы двух людей, которые друг друга не слышали и не видели, или потом ты решил такую беседу перенести для людей, да? Потому что иначе бы мы с тобой сидели раздеты, там, надували какие-нибудь резиновые шарики, вот, пищали и привлекали внимание, чтобы хайпануть. Мы не занимаемся таким, да, то есть мы не ищем такого рода популярности. То есть масса людей не реализовали себя в разных областях, в актерской, там, певческой, в роли телеведущих. У нас просто есть бэкграунд телеведущих, МТВ, да, и мы этим занимаемся сейчас, как два старых пердуна, которые когда-то были на модном канале, которого тоже нет в таком формате, которым дали, то есть когда этот канал в принципе закрылся, у нас как бы осталось время, и мы теперь говорим не о музыке, там, электронной, или вообще какой-то, а просто говорим на другие темы, на любые, да, но на самом деле у нас как бы был какой-то, такое, кстати, редко очень, хотя случается с бывшими радиоведущими, мы просто, грубо говоря, перешли в другой формат, при этом, опять же, мы не занимаемся жуткой популяризацией своих персон, и не выставляем себя в виде каких-то провидцев, там, суперстарс, или, по крайней мере, звезд на отдыхе, которые решили вот там отдать своим слушателям должное, мы вообще говорим совершенно о других вещах, нежели раньше у нас была программа, электриков вызывали на белорусском МТВ, и здесь вот этот способ реализации, плюс еще, обратим внимание, длительное время для того, чтобы быть преподавателем, не знаю, радиоведущим, еще кем-то, необходимо было образование, знание ораторского искусства, да, там, элементарное знание гуманитарных дисциплин, а сейчас, как говорил Макларен, да, каждый может быть Sex Pistols, каждый может исполнять песни Sex Pistols, так и сейчас, каждый может быть радиоведущим, там, не знаю, телеведущим, он может изображать из себя кого угодно, и поэтому весь вот этот нереализованный креатив, потенциал обычных людей, он хлынул в интернет, и это не смешно, это тот уровень населения, уровень развития населения Земли, который есть на самом деле, вот он такой, он не то, что раньше он был выше, или в будущем он будет выше, это просто способ самореализации, это нормально, и тут надо, это нормально, но здесь интересно исследовать, в общем-то, границы свободы слова, и тоже касается, то же самое касается этой новости про карикатуры в Шарли Эбдо, собственно говоря, а почему запрещают вносить правки в Википедию, если у нас свобода слова, любой может это написать, почему мы не можем запретить, например, вот, карикатуры на пророка Мухаммеда, но запрещаем всякие статьи в Википедии с дезинформацией типа о коронавирусе. Википедия, как и архи-форк, базируется в США, в США, как известно, нет никакой демократии, там есть крупная политика и крупные компании, которые в состоянии сейчас контролировать все, плюс к этому, обрати внимание, есть в любом явлении пик развития, вот, вот, как в Википедии, а потом спад, это будет с Фейсбуком, то есть все приходит в упадок, да, и Википедия, она перестает быть, уже, это уже были потуги, когда очень надо много было условностей соблюдать, чтобы разместили твои материалы в этой Википедии, мне люди рассказывали, я этим не занимался, мне рассказывали, что очень много каких-то невероятных условий непонятных, но в самом деле Википедия станет обычным, да, ресурсом, где будет реклама в будущем и так далее, но фишка в том, что должен появиться или появится новая Википедия, она будет называться какая-нибудь, не знаю, суперпедия, там, перипедия, как без разницы, и она может быть, будет совершенно свободной, но это будет уже в другой форме, просто вот конкретно явление Википедии, оно деградировало, и оно начинает умирать, это нормально, нету ничего вечного, нету вечных растений, нету вечных людей, люди стареют, деградируют и заканчивают свое, так сказать, бренное существование, вот Википедия, как любое явление, она заканчивается, как многое-многое, то, что вы видели, были социальные сети, о которых существование уже многие не подозревают и не знают, да, там, как там было, MySpace, MySpace, где этот, первый знаковый поисковик назывался Альтовиста, например, уже мало кто помнит, да, это ретро, да, и это нормально, потому что всем казалось, что Википедия вечная и всемогущая, как и есть энциклопедии, которые не издают, которые носят ретро-вариант, да, какой-нибудь, полная энциклопедия, там, не знаю, физиогномики, да, там, или еще что-то, там уже и подход считается ортодоксальным, неэффективным, и, ну, это просто исторически интересно, открыл, посмотрел, да, теории какие-то, посмотрел таблицы, красиво, интересно, но это не актуально, вот Википедия будет таким же образом, я уверен, мои внуки будут, когда говорить о Википедии, может быть, кто-то вспомнит, скажет, а, да, 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 есть такой один из ресурсов, он так называется, вот, он занимает там какое-нибудь 125 место в рейтинге, ну, вы знаете, таких еще, сейчас популярна там, не знаю, Вендопедия, да, какая-нибудь, и она вот супер сейчас в хае, а это какое-то было, а что, педипедия будет, скорее всего, да, я не знаю, но, слушай, можно назвать, да, собственно, несколько дней осталось до election day, как это тут называют, до дня выборов, потому что это не только выборы президента, на самом деле, там будут и в Сенат выбираться, и в палату представителей, и многие... А я не дослышал, и мне показалось до хэллоуина, представляешь, вот мне показалось, ты как-то так сказал, сложно, да, так это вот, они заметили, сразу несколько праздников. хэллоун 3 ноября election day будет, и прошли вторые дебаты, например, между президентами, вы знаете, вторые дебаты прошли намного лучше, они не перебивали друга, и для этого, знаете, угадай, угадай, Стефаныч, что сделали, чтобы этого не происходило, это такой, я тебе подсказку дам, это такой, из позднего Советского Союза метод. Смонтировали, каждый рассказал, ответил на вопросы, смонтировали. Это в прямом эфире все было, им отключали микрофон, как только они начинали что-то вякать не в тот момент, и они сразу, знаешь, так хорошо стали общаться друг с дружкой, просто вот, то есть, как только там, Трамп пытался перебить в начале, или этот, Байден Трампа, сразу микрофон хопа, и уже ничего не получается. Да, это к вопросу, кстати, вот ты меня спрашивал по поводу цензуры, на Википедии. Цензура уже даже коснулась кандидатов в президенты. Это не цензура, подожди, им дают конкретно, у них есть, перед ними есть экран с таймером, и вот когда они начинают говорить, у них таймер убывает, сколько они могут говорить. Если кто-то левый пытается всунуться, ему выключают микрофон, если он переходит границы этого времени, ему тоже отключают микрофон. Никакой цензуры, но у тебя есть определенные правила. И здесь интересно, в этих дебатах... Ну и только победил, кстати, да. Ну, выглядит, как, конечно, Байден получше был во мной. Ну, вообще, сейчас по всем опросам и прочее, Трамп с треском проигрывает пока. То есть, я даже не знаю, что может произойти, на самом деле, чтобы он победил, только если он, опять же, силой будет власть себе оставлять. Посмотрим, как это будет. Но на данный момент шансы победы Трампа оцениваются в 12%. Вот. Он проигрывает и по голосам выборщиков по штатам, и по голосам, ну, popular vote, это называется, как-то, по общему голосам в стране. Но интересно в этих дебатах было, что он постоянно спрашивал Байден, вот Байден говорит, я сделаю то-то и то-то, когда стану президентом, то-то и то-то, то-то и то-то, и Байден его постоянно спрашивал, а что ж ты это не сделал, когда был 8 лет вице-президентом и до этого еще 20 лет был в правительстве? И самое интересное, что Байден на это даже не отвечал. Он мог бы теперь ответить, что я пытался, но мне там не хватило ресурсов. Байден просто эти вопросы игнорировал. Вот это хороший ход был со стороны Трампа, на самом деле. То есть, реально, а почему он этого не сделал? Почему ты там не подавал эти законы? Вице-президент это не такая уж и маленькая должность на самом деле. То есть там он как минимум глава Конгресса. И он действительно мог это все сделать. Ну а с другой стороны, те вопросы, которые Байден задавал Трампу, они, конечно, более серьезные, касаются его политики во время коронавируса и прочего. И на это Трамп просто отбрехивался, переводил стрелки на что-нибудь другое, на какие-нибудь личные дела Байдена. Поэтому выглядело, конечно... Но эти дебаты выглядели намного лучше, чем предыдущие. Байден не выглядел таким старичком, у которого скоро Альцгеймер начнется наконец-то. Трамп не выглядел таким бодловатым хамом, как он обычно это выглядит. Действительно, были два политика эти, как моя жена сказала, как бы, какими они не были бы уродами, любого бы из них на пост президента Беларуси было бы вообще зашибись. Хоть кого-нибудь из них, но, к сожалению... Да, любая задница уши пришила уже президент, понимаешь, тут уже довели до такого состояния. Кстати, скорее всего, я так понял, сейчас Трамп будет отжимать власть, то есть туда вылетел политтехнолог из Беларуси, которого освободили. Вот, и плюс к этому, видимо, туда вылечится, когда от ковида поедет латушка. Он будет давать советы в общем-то Трампу, как сохранить власть и как бороться с оппозицией. Наоборот, он будет у Байдена давать всеобщую американская забастовка. Нет Трампу, огромный демонстрация. Демонстрация уже есть в США, кстати. Это уже чего есть, того не отнять. Короче, готовьтесь к нашествию в общем-то белорусских специалистов. В Беларуси уже все не решили, поэтому можно спокойно приниматься за Соединенные Штаты даже или за Соединенные Республики Америки. Мы так переименуем эту чудесную страну, поэтому... А поэтому мы переходим к новостям здоровья. Прекрасно. Здоровье, да. В соседях Беларуси, в Польше суд запретил прерывать беременность даже из-за неизлечимой болезни плода. Это причина 98% всех абортов в стране. То есть, грубо говоря, в Польше сейчас вы аборт сделать не можете вообще никак. По этому поводу в Польше уже неделю проходят митинги, манифестации. Естественно, это произошло из-за того, что во голове находится консервативная партия права и справедливость. Естественно, это произошло, потому что в Польше большое влияние католической церкви. Стефаныч, ты как католик считаешь аборты запретить или нет? Вот твое именно мнение. Мое мнение, что это надо обсуждать. Не далее, как сегодня я посмотрел, по работе надо было посмотреть фильм о развитии плода. Уже через несколько недель начинается у ребенка биение сердца, начинает формироваться мозг и так далее. То есть, мы можем говорить, что это отдельный человек. Считаю, что никто за человека, за независимость, находится он в утробе, вне утробы матери, не может принимать решение об его убийстве. Поэтому защита жизни человека является важнейшим. Далее, в особых случаях медицинских необходимо советоваться, нужно принимать решение со специалистами. Считаю, именно таким образом. Это вопрос очень сложный морально, потому что когда ты мне выслал вопрос, я вначале посмотрел, думаю, однозначно буду придерживаться такой доброй либеральной традиции, но посмотрел, как на самом деле благодаря современным средствам, в том числе трехмерной съемке плода и так далее, происходит развитие будущего ребенка, немножко как-то вот это непокобилимое, непокобилимое, да, непокобилимое желание вот это либеральное придерживаться таких вот ценностей более современных, у меня оно, так сказать, раздвоилось, да, скажем так. Это очень сложный вопрос. Это такой же вопрос, как и автаназия. Это очень сложно. Это в каждой ситуации нужно решать в автаназии хотя бы тот, кто подвергается автаназии, может, ты знаешь, это как запретить самоубийство. Мы же не можем, то есть законодательно это не запрещено, ты не можешь сам себе запретить самоубийца. И автаназия, Забывай, что многих... Ну, что, что многие? Это похоже, потому что многие люди, которые находятся на системах жизнеобеспечения, у которых, допустим, не работает мозг, это решение за них родственники принимают. и врачи. Это такое же сложное решение. Это такое же сложное решение, как осуждение или не осуждение очень тяжело больных. А ты знаешь, как это в Беларуси происходит? В Беларуси не принимают родственники решения. В Беларуси принимает комитет какой-то медицинский, отключать человека или нет, и никто не спрашивает родственников ни о чем вообще. Например. Ты знаешь, комитет, если бы комитет учитывал, хотя бы родственников приглашал во время этого решения, это было бы, так сказать, более понятно, потому что этот комитет, который берет на себя решение о том, чтобы прекратить жизнь человека, это очень-очень тяжелое решение вообще, и в личном плане, и в моральном, и в любом. Поэтому это очень сложная вообще история. Совершенно понятно. Это, с одной стороны, сложная история, а с другой, понимаешь, я, конечно, вот я по себе за жизнь я бы не мог никогда требовать от женщины сделать аборт, например. Это в первую очередь всегда будет решение женщины, как мне кажется, потому что это влияние на ее жизнь и здоровье, во-первых, а во-вторых, это потом влияние на жизнь и здоровье родившегося ребенка. Если, да, убийство человека это очень плохо, но если он будет всю жизнь жить в несчастье и в нелюбви, самое что главное, нужна ли такая ли ему жизнь? И мне по этому поводу нравится одно из исследований в Америке. Там внезапно, по-моему, в 93-94 году в Нью-Йорке внезапно уменьшилось очень сильно количество преступлений. И провели исследование, что произошло. То есть, вроде никаких там законов серьезных не приняли и прочее. Оказалось, что за 18 лет до этого отменили закон о запрете аборта. То есть, перестали рождаться люди, которые растут в нелюбви и внезапно уменьшилось количество преступлений. То есть... Пустые рассуждения, я могу сказать, это рассуждение ни о чем. Потому что, во-первых, никому неизвестно, что будет в будущем. Будет этот человек счастлив или нет? Неизвестно, да. Второе. Второе. Очень много случаев в той же Польше, когда женщины хотели сделать аборт и когда так вышло, что их отговорили. Они рождали детей и вот в этих маленьких городах, деревнях. Я вот знаю лично двух человек, с которыми произошла такая история, которую женщина бросил муж. Она уехала из Беларуси, она сама врач. Она хотела сделать, у нее третий ребенок должен был родиться. А Ксен, другие люди ее отговорили это делать. Родился ребенок, ее просто невероятно, вот это комьюнити, общество, ее невероятно в моральном, психологическом плане поддержало. И финансовом, кстати. Здесь еще важно понимать, где ты находишься, где ты рожаешь этого ребенка, где живет человек, насколько у тебя, вообще понимающий, например, твои же родители, предположим, когда ты там вне семьи. Очень взрослый человек, да, она очень взрослый человек, там дело не в родителях, а вообще. И, короче, вот эта история закончилась очень хорошо, и эта девочка, да, и еще было таких пару случаев, да, вот таким образом, которые. Это мои немецкие люди, вот товарищи, говорят, что мы не будем иметь детей, потому что Германия плохое образование, потому что в детском саду будут над ребенком издеваться. То есть они рассказывают историю, да, которой еще не было, когда еще вообще ничего не произошло, да, ребенок еще не родился, но они уже изначально предрекают ему вот такой лузерский, кошмарный путь каких-то издевательств, понимаешь? То есть они свой собственный жизненный опыт они перекладывают на еще не существующее, не существующее существо, на ребенка. Вот, понимаете, есть проблемы собственной психики, есть проблемы твои и есть другого человека. Вот другого человека за него решать не надо. И вот здесь очень... Слушай, ну тебе все равно не кажется, что в большей части это должны женщины решать? Тебе кажется, это вот тот момент, когда это вообще не дело мужчин, возможно? Я понимаю, что это ребенок-мужчина, но в основном это обычно не... Потом мужчины как-то абстрагируются, они не занимаются этим... Они могут участвовать, могут не участвовать. Я считаю, что во многих странах это стало вообще не проблемой женщин и не проблемой, когда пытаются им помочь социально как-то решить психологически этот вопрос, а проблемой политики. Этот вопрос лишается вообще в Германии, в Польше на уровне... Это политический вопрос стал. Это просто вопрос... Да, это вопрос... Личный вопрос стал вопросом политических спекуляций. Это очень прискорбно и плохо. Вот и все. И это просто... Эти спекуляции надо закончить, потому что я вижу в Польше к этому вопросу, какие прибавляют вопросы, да, дополнительные, чисто политические, экономические и так далее, которые вообще к вопросу абортов вообще отношения не имеют. Вот в чем дело. И это очень, опять же, вопрос очень спорный, очень сложный вопрос, но он все больше и больше приобретает чисто политический характер, а не личный, психологический и не характер того, насколько мы вообще заботимся о здоровье будущего ребенка, о его образовании, о психологическом состоянии матери. Хорошо, а о здоровье матери мы должны забыть. Мне кажется, и здоровье матери, и психологическое состояние, тут так же важно, в принципе. Пока я здесь не вижу обсуждения вообще разговоров о том, чтобы сделать центры помощи таким женщинам, которые оказались в тяжелой ситуации. Польша, тем, занимается столь ненавидимый, в общем-то, представителями, желающими, чтобы были аборты, представителями так называемого гражданского общества. А в реальных ситуациях вот этот самый ненавидимый имя костел занимается решением этих вопросов, а не сидением в комитетах и организацией каких-то там организаций, митингов и так далее и тому подобное. То есть, есть реальная работа, каждодневная, когда люди об этом не кричат, а просто помогают человеку одеждой, деньгами, хорошим словом. А есть спекуляции политические о том, кто бы хотел власти, какие партии кому нравятся или нет. Это вопрос не партии, это вообще другой вопрос. И здесь это очень сложный вопрос. Опять же, прошу вас в комментариях написать, что вы думаете об абортах. У нас, конечно, в основном мужская аудитория, мне бы хотелось увидеть мнение женщины. Ну ты знаешь, у каждого человека есть мнение. Есть мнение, но такой вопрос, блин, конечно, очень бы хотелось я вообще, ну, конечно, нельзя прерывать никогда жизнь человеческую, но если в наших странах, вот, знаете, почему, например, что в Беларуси, что в России уменьшилась рождаемость, потому что люди просто не хотят приносить в этот мир детей, чтобы они вот жили в том, в чем они живут, предположим. То есть, конечно, понятно, здесь надо проводить разъяснительную работу, то есть, сейчас столько простых методов, чтобы не забеременеть, выше крыши, начиная от презервативов и заканчивая противозачаточными таблетками, какими-то там спиралями. А сколько людей в Беларуси, ну это, конечно, спасибо Чернобылю, но сколько людей в Беларуси бесплодны и не могут завести детей, чего они только не делают, чтобы это сделать, чтобы у них появилась такая возможность. Знаешь, в Беларуси ввели даже там ЭКО, по-моему, одно бесплатное за счет государства, в отличие от других стран, где все только за деньги, да? Плюс к этому крайне важным является, я считаю, в Беларуси этого нет. То, что надо развивать, это сексуальное образование для детей. Специальные уроки, где дети должны грамотно научиться пользоваться их контрацептивами, узнать, как устроен организм мужчин и женщин. и так далее. Вот это воспитание, да, гендерное и так далее, я считаю, является крайне важным. Не только, ну, у нас две важных вещи, мне кажется, в школах нет. Это сексуального образования и экономического образования. То есть, тебя учат... Да, и актуального образования вообще, к сожалению, потому что образование неактуальное. Находить синус от 90 градусов, но не учат тому, что такое кредит и проценты от этого кредита, вы понимаете? Син, я, ну, конечно, синус надо все равно изучать, но, блин, тебя к жизни не готовят, тебе не объясняют, что в жировке там добавлено. Знаю, скажу сейчас, да. Налоги не объясняют вообще, не объясняют. Согласен, в некоторых школах ввели сейчас в виде факультатива экономическое образование все, что ты сказал, там рассказывают. Проблема в том, что это делается седьмым уроком, восьмым или шестым. Я ходил тоже, у меня вместо УПК было... Кстати, а сейчас есть еще УПК? Ты не в курсе? Да, но нечто подобное, да, где учат там кого, чего, да, и опять же, есть это гендерное разделение, когда мальчики работают на токарных станках, а девочки варят борщ и шьют. Кстати, одна девушка очень хорошо сказала, что, когда я говорю, а что если, как бы, вот каждый бы выбирал, да, вот кому хочется шить, а кому, в общем-то... А почему выбирать? А можно и на станке и суп варить? Вот, вот она меня очень круто обломала, говорит, слушайте, а вот я, говорит, люблю и готовить, допустим, я бы, говорит, научилась лампочку вкручивать, там, что-то ремонтировать, а что-то вы мне вот говорите, что я должна только так тогда, только с этим станком, да, я хочу и то, и то, поэтому здесь крайне важно максимально это приблизить к жизни, насколько это вообще возможно, но для этого должно быть желание властей, там, министерство образования, этого всего нет вообще, то есть это надо обсуждать, это надо делать, разрабатывать программы, отходить от учебников, и приходить на плачеты, для этого, этого придурка и надо убрать, чтобы хоть какие-то люди новые приходили, проблема в том, что эти люди начнут решать свои экономические вопросы, эти вопросы можно решать сейчас, об этом надо говорить, это надо писать, надо идти с предложениями, в первую очередь, педагогам проявлять инициативу, для этого вот и нужна инициатива, которую, к сожалению, педагоги не проявляют, если педагоги будут проявлять инициативу, то они перестанут нужные цифры при голосовании рисовать, так что это нельзя делать. это вообще неправда, это не привязанные к друг другу вещи вообще, совершенно, это вообще отдельный разговор вообще, поэтому, в общем-то, о нужности и ненужности вы, в общем-то, Да, поговорим уже в следующие разы, собственно, мы сегодня наговорили, ну, такие темы, понимаете, спорные были, и... Очень, очень сложные, они не имеют однозначного решения, они многие вопросы просто не имеют, к сожалению. А вот, знаешь, а вот как раз проблема современного мира, что все вопросы, ты, если ты вот против такого решения, то ты враг, и все, и никто ни друг друга не слушает просто, вот, вот, не реш... Вот поэтому и происходит то, что у нас происходит, и митинги, протесты, столкновения, революции, войны, потому что, если ты против, значит, ты враг, а если ты не против, ты наш, свой, и мы с тобой под ручку гуляем, и лобызаемся в десна друг к дружке. Дело в том, что... Вот, понимаете, прошла Вторая мировая, и люди поняли, что надо договариваться, если ты не договариваешься, у тебя миллионами умирают люди, которых убивают в концлагерях, гнобят и так далее, и внезапно бывшие враги смогли договориться, и все это очень быстро произошло, и они смогли найти общий язык, и даже с разными политическими взглядами, как это произошло. И вот человечество, память у рыбки Гуппи, все забылось, нахер нам история, мы ничего не помним, сейчас мы опять будем всех несогласных там, куда, в СИЗО, куда угодно, что с этим делать. Вот это страшно. Просто да, страшно, во-первых, поляризация общества невероятная, да, потому что когда общество разделяется на наших и не наших, людям совершенно с холодной головой, да, и имеющих свои какие-то настоящие интересы, для них наступают очень плохие времена, да, как помните профессора Преображенского, да, булгаковского персонажа, который остается, собственно, как и профессор Павлов, прототип, в общем-то, булгаковского Преображенского, ведь Павлов остался в Советской России, он просто занимался своим делом, и на него, конечно же, воздействовали нехорошо советские власти, да, но в то же время он не стал эмигрантом, он не ехал, не уехал с этими товарищами, которые представляли белое движение, там, монархисты и так далее. Это очень сложный выбор, да, интеллигентного человека, и очень важно, чтобы попытались найти вообще этот консенсус, но консенсус достигается, как правило, с точки зрения серьезного политического воздействия со стороны. Здесь оно должно быть и будет, оно уже есть, и с запада, и с востока, что будет дальше, увидим. Пока. Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете, бывайте здоровы, живите богато. Альбертович и Стефаныч клевещут, ха-ха-ха.